Ну вот примерно так сейчас выглядит летное поле. В принципе туман немножко рассеивается, но видно, что вдалеке, да, самолеты еще в тумане, поэтому вылеты пока еще не начаты. Москву накрыло плотным туманом. В столичных аэропортах массовая отмена и перенос вылетов. Люди ждут рейсов по несколько часов, но авиакомпании не дают никаких прогнозов. Среди пассажиров много детей. Сейчас идут осенние каникулы. Сейчас продолжаем находиться в аэропорту Внуково. Рейсы до сих пор задержаны. Спустя два часа предоставили напитки, воду всем пассажирам авиакомпании «Азур-Эйр». И вот уже буквально еще минут 10 и будет 4 часа, как мы должны были улететь. По идее, должны начать кормить, но пока тишина. Густая пелена появилась в Москве еще прошлым вечером и не рассеялась к утру. В зиму виной циклон. После теплой солнечной погоды накануне до плюс 10 градусов температура ночью упала до минус 5. Видимость снизилась до 200 метров. Безветрия и туман мешают рассеиванию выхлопных газов автомобилей и выбросов от городских предприятий. В соцсетях москвичи пишут о том, что на улице нечем дышать и называют пелену не туманом, а смогом. Но одно без другого не бывает. Такой огромный мегаполис, который выбрасывает в атмосферу миллионы тонн загрязняющих веществ, естественно, в такой ситуации будет помимо тумана еще и накрыт всеми этими неблагоприятными веществами, всеми вредными веществами, которые выбрасываются в город теплоэлектростанциями, автомобилями, железнодорожным транспортом, в общем, всеми загрязняющими производствами. Сейчас вся надежда на атлантический циклон. К вечеру 2 ноября он должен полностью обезвредить великий московский туман. Субтитры создавал DimaTorzok